Очередное заседание фракции «Единая Россия» посвящено реализации партийного проекта по модернизации школьной системы образования. Для доклада о работе за год текущий и планах на 2024 депутаты пригласили первого заместителя министра образования и науки края Арюну Байкову. По ее словам, в капитальный ремонт Забайкальский школ в этом году вложена рекордная сумма более 2 миллиардов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Из 49 объектов, которые участвовали в капитальном ремонте, 44 объекта 100% завершили работы, 42 объекта подписали акты выполненных работ. Дети у нас обучаются, все в штатном режиме. В пользу случаем также хотела бы поблагодарить подрядчиков, которые участвовали у нас в данной программе. Но осталось еще у нас два объекта, которые акты выполненных работ получили замечания комиссионные и в настоящее время их устраняют. Депутатов, конечно же, интересует готовность школ в их избирательных округах. Сегодня средняя школа, которая находится у нас в селе Колга, нашего районного центра, таблица стоит 83%. У меня есть фотографии сегодняшнего дня, директор школы, глава, который исполняет обязанности и так далее, информации, и сам я лично там был. Ни о каких 83% можно не говорить. И риски, которые есть, есть риски, что она по этому году будет не введена. Школа Колга, она капиталится за счет единой президентской субсидии. Да, это поэтому она здесь не прозвучала. По ней, да, ситуация достаточно серьезная. Подрядчик Сушкова Татьяна Евгеньевна, мы неоднократно ее и приглашали в Минобор, и сами выезжали на объект. Ситуацию знаем, подрядчик недобросовестный. По информации замминистра, пять школ будут сданы с нарушением сроков капремонта. Контрольная дата – конец ноября. Депутаты призывают сделать выводы. Это повод сделать достаточно серьезные выводы на следующий год. С точки зрения формирования перечня подрядчиков, которых мы привлекаем к работам, потому что ресурсно стройка обеспечена всем необходимым. Нельзя говорить о том, что где-то чего-то не хватило, где-то не хватило денег и так далее. Да, у нас были проблемы с логистическими цепочками, с складским хозяйством, с выполнением работ подрядчиками и их субподрядчиками. То есть нам сейчас за зимнюю кампанию, пока мы будем заниматься проектно-смертной документацией на следующий период, необходимо все это оценить для того, чтобы не повторить этих ошибок в будущем. Для участия в федеральном отборе на 2024 и 2026 годы Краевой Минобор подал 125 заявок с уже готовой проектно-смертной документацией и госэкспертизой. Но результат пока неутешительный. На будущий год в программу капремонта включены только 6 школ. Вы сказали по городу Чита 5 объектов, 5 школ. Можно? Какие? Меня интересуют 23 и 24 школы. Они вошли? 23 и 24 нет. Они уже заявки были. Они, соответственно, пока будут на 24 и на 26 год при дополнительном отборе. По Забайкальскому району в бюджет 23 и 24 года не вошел ремонт Даурской школы. Можете как-то это пояснить? И какие перспективы по этой школе? Заявка наша больше, чем те результаты, которые мы имеем. Но мы в любом случае руки не опускаем. Во все федеральные программы стучимся. Заявки свои подаем. Будем наставить на том, чтобы все наши объекты были включены. По словам замминистра, надежду, что список школ для региона расширят, подкрепляет и Минпросвещение России. Там ждут увеличения средств на капитальные ремонты образовательных учреждений. Поэтому сегодня Забайкалью важно максимально подготовиться уже к 2025 году. Решение о выделении муниципальным образованием средств для разработки проектно-сметной документации и прохождение госэкспертизы краем уже принято. У депутатов эта тема на постоянном контроле. Эль Шат Сафаров, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалья.